Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 17 ноября 2017 года, в день рождения нашего университета, мы проводим наше ток-шоу, которое посвящено теме «Лев Толстой и 21 век». Почему Лев Толстой, я думаю, собравшимся в этой аудитории объяснять не надо, но, тем не менее, несколько слов мы скажем. Все знают, что жизнь Льва Николаевича Толстого была тесно связана с Казанью и с Казанским университетом. И следующий год, 2018, будет годом юбилейным. Мы будем отмечать 190 лет со дня рождения Льва Николаевича. И поэтому весь этот год в Казанском университете проходит под знаком Льва Толстого. У нас был год Лобачевского, и мы, можно сказать, эстафетой передаем вот эту культурную составляющую от математиков к гуманитариям, литераторам и к филологам. Про мероприятия и вообще про год Толстого в КФУ нам расскажет заместитель директора по научной деятельности Казанского института филологии и межкультурной коммуникации, профессор Ермакеев Искандер Энгельевич. Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать от всего коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета и поздравить вас с этим замечательным событием, который состоится здесь сегодня при нашем, я надеюсь, очень активном участии. Вообще, наш институт является ответственным за организацию всего года Льва Толстого в Казанском федеральном университете, и поэтому каждое событие, связанное с этим годом, вызывает у нас особые эмоции. Ну а сегодняшнее действие, которое нам с вами предстоит, обладает особым значением, ведь это фактически первая ласточка, которая должна задать верный, позитивный, энергичный тон всему году Льва Толстого. Поэтому мы очень надеемся на то, что вы будете максимально активными, на то, что вы не будете бояться, стесняться выразить свою точку зрения, свою позицию, если нужно, отстаивать ее. Только таким образом, совместными усилиями, мы сможем продвинуться вперед на пути понимания значения великого русского писателя в нашей современной жизни. Ну а для нас это не только великий русский писатель, для нас это великий наш предшественник, один из самых знаменитых студентов Казанского университета. Впереди в рамках года Льва Толстого предстоит еще очень много самых разных мероприятий. Я думаю, мы не будем забегать вперед, опережать события, выдержим некую интригу, и многие из вас окажутся участниками и других самых разных событий, связанных с этим годом. Но сегодня действительно это определенное начало, сегодня действительно определенный задел, и поэтому призываю вас, дорогие друзья, вместе с вами создать тот необходимый творческий импульс, в котором и отличаются все произведения великого русского писателя. В добрый путь! Спасибо, Искандер Энгельевич. Ток-шоу предполагает обмен мнениями компетентных людей, и у нас сегодня, как вы видите, замечательные эксперты и спикеры, все специалисты по жизни и творчеству Валентина Толстого. Я сейчас вам их представлю. Ирина Васильевна Завьялова, директор музея Боротынского, кандидат исторических наук. Лиев Ефимовна Бушканец, заведующий кафедрой иностранных языков в сфере международных отношений, Высшая школа иностранных языков и перевода Института международных отношений, профессор, доктор филологических наук. Алексей Николаевич Пашкуров, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, Высшая школа русской и зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации имени Львотов. Ваш покорный слуга Скворцов Артем Эдуардович, доцент той же кафедры, на которой работает Алексей Николаевич. Кроме того, у нас присутствуют в зале эксперты, которые, я надеюсь, тоже будут участвовать в беседе. Коновалова Светлана Александровна, кандидат филологических наук, заведующий научно-методическим отделом музея-заповедника Казанский Кремль. Курашов Владимир Игнатьевич, профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и истории наук Казанского национального исследовательского технологического университета, а также Казанской государственной консерватории. Мухаммед Шинрезидав Аюлинов, профессор, директор высшей школы русской и зарубежной филологии, и Мухаммед Шинрезидав Аюлинов. Вы знаете, коллеги, когда мне приходилось несколько раз общаться с зарубежными филологами-литературоведами, которые не являются специалистами по литературе XIX века, и когда им сообщаешь, что ты сам из Казани, из Казанского университета, и там, между прочим, учился Лев Толстой, они очень удивляются. Потому что представление о том, что такие люди, как Лев Николаевич, вообще где-то учились, у некоторых вызывают шок. Это всё равно, что сказать, что в Казанском университете учился Гомер или Леонардо да Винчи, потому что это фигуры без преувеличения такого же масштаба. Толстой – это, можно сказать, титан эпохи Возрождения, который каким-то удивительным образом не случился в Италии в XV или XVI веке, а случился в России в XIX. И начать хотелось бы наше ток-шоу, естественно, с темы Толстой и Казань. Гений и место, гений места, в какой степени наш город повлиял на Льва Николаевича, сформировал его, или это абсолютно случайная вещь. Он мог бы оказаться в каком-то другом городе и тоже там стать таким же великим Львом Толстым, каким мы его теперь знаем. Пожалуйста, кто бы хотел начать? Можно я сначала отвечу на ваше недоумение, Артём Дуардоевич, по поводу того, что иностранные профессора не знают, что Толстой учился в Казанском университете. С одной стороны, действительно, этот факт малоизвестен, потому что, например, даже в последней биографии Павла Басинского, которая вышла достаточно большим тиражом, и Басинский очень известный автор и в России, и в Европе, про Казань сказано, к сожалению, практически ничего не сказано. Там два слова про то, что он был в Казани. И все искания Толстого, связанные с университетом, с жизнью здесь, с очень важной для него годой, они там остались в стороне. Поэтому, действительно, биографы и те, кто читает Толстого, изучает Толстого за пределами Казани, об этом знают достаточно мало. И, в общем, наша задача на протяжении будущего года сделать так, чтобы мир об этом узнал, и больше удивлений не было, и пусть Басинский да вставит нужные страницы в следующее издание своей биографии, о чем я ему тоже однажды уже с возмущением сказала. Мир наконец-то узнает. Мир узнает, да, об этом. Но вот вторая часть вашего вопроса о гении и место, на нее невозможно дать однозначный ответ. Потому что, с одной стороны, гений, он бы проявил себя везде, где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, где он получил домашнее образование, и где к нему приходили домашние учителя и так далее. Не просто впечатление города, но именно университет. Потому что университет, ну я часто говорю это тоже студентам, хотя это, наверное, совершенно не педагогично, университет это не то место, где получают знания. Университет это то место, где формируются мозги, и для этого, и характер, кстати, и для этого не всегда даже нужно посещать занятия. Ну вот, несмотря на присутствие руководства, я все равно могу сказать. Вы слышите, что вам советует профессор? Не всегда посещать занятия. Да, потому что не только занятия, а сама университетская атмосфера, она формирует человека. Незлучайно есть такое понятие университетский человек, не университетский человек. Университетская атмосфера. И вот Толстой, когда стал студентом Казанского университета, стал, честно говоря, по блату, потому что он провалил 1 наступительных экзаменов, и тетушка, у которой были связи в высшем обществе, договорилась, что, несмотря ни на что, ему дозволят в сентябре уже доздать этот экзамен. И, кроме того, он поступил на разряд, которого не было в структуре университета, не было разряда турецко-арабской словесности, его сделали специально для одного студента, для Толстого. То есть это все, в общем, было не совсем, так сказать, честно. Но хорошо, нам повезло, что это произошло. Но он отработал. Да, да. То вот он попал именно в университетскую атмосферу. И, может быть, не всегда ему везло с хорошими преподавателями, но мы тоже у вас, у студентов все разные. Но особенно, когда на втором курсе приехала в университет троица преподавателей из Петербурга, среди них оказался Дмитрий Иванович Мейер, то Толстой понял, что есть такое, собственно говоря, учеба в университете. И замечательную фразу Толстой сказал по поводу работы, которую он писал по поручению Мейера, что он понял, что такое радость от самостоятельного умственного труда. Вот это то, ради чего существует университет, понять радость, что такое самостоятельная умственная работа. И потом вот именно Мейер дал ему толчок к недовольству собой. Во-первых, это недовольство собой породило многочисленные дневники Толстого, из которых он, собственно говоря, вырос. Сначала журналы ежедневных занятий. Заниматься, предположим, энциклопедией права, справа не выдержал, катался он коньках на Черном озере. Потом чаще это начинает совпадать. Когда он начинает писать правила жизни для себя, пусть он потом откажется от этого, потому что поймет, что жизнь не укладывается ни в какие правила. Он даже потом запишет для себя правила не писать новых правил, пока не научишься исполнять старые и так далее. Потом он откажется, потому что поймет, что жизнь в эти правила, строгие рамки не укладывается, и жизнь – это река, это поток. Но само по себе желание работать над собой, совершенствовать себя, потом оно выливается в дневник, который начинает писать в здании, в котором мы с вами находимся. И, собственно, вот с этого недовольства с собой, с идеей нравства на самосовершенствование, в общем-то, что и начинается. Вот без университета, который дал мощный толчок этому, может быть, все равно бы все это состоялось. То есть, на мой взгляд, гений, он все равно себя реализует. Но это было бы позже, это было бы медленнее, и было бы не так. Спасибо, Леонид Иванович. Замечательный развернутый ответ. Я сейчас бы хотел обратиться к Леониду Васильевну. Несмотря на то, что вы директор в музее другого русского классика, Боротынского, который тоже очень тесно был связан с Казанью, может быть, имеет смысл поговорить о генеалогии, о дворянском происхождении Толстого, о том, как место родственной связи влияют на формирование личности? — Наверное, не о родственных связях, потому что, несмотря на древность рода Боротынского, все-таки с родом Толстых они никак не пересекаются. Да, есть специалисты по родословию Толстых, и я думаю, что этот вопрос лучше обратить к ним. Я думаю, что если мы затронули тему Лев Толстой и XXI век, то всегда интересно, конечно, влияние писателя. В XIX веке, когда только начали выходить его первые произведения, и он не был еще известен как гениальный писатель, и затем, когда начали другими произведениями приходить, и, как это принято говорить, идеи Толстого овладевали умами молодежи. Если у нас молодежная аудитория, мы предполагаем, что и тема для Казани, если мы говорим о Толстом, это всегда тема молодой Толстой в первую очередь. Вот о влиянии, наверное, и о пересечении здесь Боротынских и Толстого. Дело в том, что уже потомки Боротынского, которые, собственно говоря, и составляли такой культурный фон Казани конца XIX, начала XX века, конечно же, испытали это и очень сильное влияние Толстого. Хочется вспомнить здесь и правнучку Боротынскую, Ольгу Александровну Лейну, которую она даже представляла, как в этом доме, вот здесь, за этими колоннами, в этом белом зале танцует Анна Каренина с Вронским и так далее. Ну и в семье Боротынских существует этот рассказ, который узнают все потомки Боротынского, о том, как внучка поэта Ксения Боротынская встречалась с Львовичем Николаевичем Толстым. Причем Ксения пишет, что она с детства имела вот это совершенно удивительное какое-то направление, которое дал ей Толстой. Да, и уже, будучи взрослой, уже не ребенком и не подростком, а достаточно взрослой, ей было почти 30 лет, она все-таки решила совершить это паломничество в Ясную Поляну. И подробно Ксения Николаевна рассказывает о том, как они с подругой приехали в Ясную Поляну, как Толстой их встретил, о чем они говорили и так далее. Каждый раз, перечитывая это место в ее воспоминаниях, я обращаю внимание на то, что, перечисляя все произведения Толстого, которые имели на нее влияние, Ксения все время повторяет, что это не значит, что я соглашалась с Толстым полностью. Да, у нее возникали какие-то вопросы, которые она задавала Толстому, но при этом это, как она говорит, определило вообще ход моих мыслей. Мы все время возвращаемся все-таки к образу мыслей. Это предопределило ход моих мыслей, это предопределило мою жизненную позицию, несмотря на то, что по каким-то вопросам действительно она не сходилась с Толстым. То же самое можно проследить у ее брата Александра Николаевича, который мысленно даже в стихах спорил с Толстым, не соглашаясь с его позицией относительно искусства. И перечитывая то, что было там сто лет назад, когда Ксения в 1907 году ездила к Толстому, я все время как бы задаюсь вопросом. Интересно, вот прошел век, тогда, как Ксюша описывает, что там были просто эти сотни паломников, это каждый день неизвестно, как Лев Николаевич выдерживал вот этот натиск, потому что все-таки с каждым старался переговорить, каждому дать какой-то совет, а она ведь тоже приехала к нему за жизненным советом, не просто посмотреть, а дайте я посмотрю на Толстого, как он выглядит. Нет, она приехала с ним посоветоваться, потому что он, как она говорит, был духовный учитель. Он мог ей дать правильный совет. Она стояла перед выбором, то есть или посвятить себя личному счастью, выйти замуж, или остаться и преподавать в той школе, которую она создала, по примеру, Яснополянская школа Толстого. То есть здесь был вот этот вот равственный выбор, который мог разрешить только Толстой. И когда она смотрела, сколько это людей туда приезжают и так далее, каждый раз, перечитывая эти кусочки воспоминаний, я задаюсь вопрос, вот сейчас 21 век, у нас все гораздо проще, добраться до той же Ясной Поляны. И я понимаю, что там, да, очень большой поток туристов. Вы понимаете разницу между паломниками и туристами? Вот в этой аудитории, которая, в общем-то, Толстым тоже увлечена, я надеюсь, и там с детства мы знаем, и рассказы Толстого, потом повести, романы и так далее. Много ли людей, которые готовы совершить без туристических поездок вот эту поездку в Ясную Поляну для того, чтобы приобщиться к этому духу и к этой, как сказала Леофе, именно атмосфере, потому что атмосфера есть не только в Казанском университете, есть и в Ясной Поляне. И, честно говоря, для себя вот этого ответа не нахожу. Если аудитория как-то может мне ответить и сказать, что ее интересует вот сегодня, да, и так далее, чем отличаются сегодняшние молодые люди, студенты или чуть взрослее, да, от той Ксении Боротынской, которая ездила в Толстом, мне было бы это интересно. Спасибо. Спасибо, Илья. К аудитории мы обратимся, я думаю, еще не раз. Вот, кстати, такой простой вопрос. А кто помнит, в какие годы вообще Толстой жил в Казани и учился в Казанском университете? Ну, приблизительно хотя бы. Кто-нибудь может сказать? Да, пожалуйста. Какие версии? Я, конечно, года назвать не смогу, но я знаю, что он в Казани находился с 13 лет после того, как они осиротели, тетушка их сюда забрала. Это вот как-то вот... На этом мои воззнания заканчиваются. Вспомнил год рождения Толстого и... Да, 1828 год рождения Льва Николаевича. Соответственно, да. 41-й по... А в верхней границе? Ну, сколько он здесь? 10 лет прожил или, может быть, больше, меньше? Какие версии? Интересно, да? То есть, осталось просто посчитать. Неправильно понимаю. 41-й по 41-й. 6 лет добавляет? 6 лет, да. 41-й плюс 6... Как у нас у филологов с арифметикой? Ну, вот сейчас мы в очередной раз в этом убедились, да? По 47-й год. Смотрите, сколько лет ему было, когда он из Казани уехал? 20-ти не было еще, да? Вот в связи с этим у меня теперь вопрос к Алексею Николаевичу. Итак, Казанский период Толстого – это период молодого, даже юного, очень молодого Толстого. и уже вот наши студенты 3-го и 4-го курса, они иногда бывают старше, чем Толстой тогда был. А что Лев Николаевич тогда читал, на чем он формировался как будущий литератор, какая литература на него влияла? Может быть, 18-го, 19-го века? Да, на Толстого, безусловно, очень мощная традиция влияла, но в том числе, и если мы весь его пласт мыслительный и в зрелые годы посмотрим, его чрезвычайно интересовал Жан-Жак Руссо, с исповедью которого он периодически то соприкасается, а это знаковая для 18-го века фигура, когда было принято любить Руссо. Например, существенно до Льва Толстого уже русские литераторы, можно сказать, фанатели по Жан-Жаку, и замечательный российский писатель Николай Александрович Львов даже друга своего разыграл, когда заставил его простого гувернера принять за Руссо, преследовать его, добиваться встречи с ним и беседовать. Толстой интересен тем, что он со временем ощутил в себе гораздо более глубокие самостоятельные потенциалы, и потом вошел в спор с Руссо, хотя знаковое произведение Жан-Жака и его исповедь, конечно, на Льва Николаевича повлияло безусловно. Спасибо, Алексей Николаевич. Я раскрою карты для телезрителей. Я не случайно именно Алексею Николаевичу этот вопрос задал, потому что он блистательный специалист по 18 веку. Возвращаясь к мировому влиянию, значению и известности Толстого, стоит упомянуть о том, что в Европе, да и в Америке имя Толстого вообще произносит не так, как у нас. Традиционно его записывают Лео Толстой. Некий Лео Толстой. Он для многих образованных людей за пределами России уже давно воспринимается, как действительно некий, ну как минимум европейский, а как максимум мировой писатель. И не все читатели, кстати, даже и задумываются, а где, собственно, происходит действие-то подавляющее большинство его произведений. Вот тут мы плавно подходим к вопросу, на котором мы могли бы вообще задержаться и только ему посвятить наше ток-шоу. Почему причины такой популярности и влияния Толстого в мире? Почему и французы, и англичане, которые бесконечно снимают фильмы и сериалы по Толстому, и американцы, почему они его так принимают? Ведь мало с кем из наших классиков подобная история приключилась. Строго говорят только с Достоевским. Ну там... То есть Чехов. Ну Чехов, да. Ну вот эти трое, Толстой, Чехов, Достоевский, вот они составляют, да? Нашу классику в мире представляют. Почему, чем привлекателен Толстой? Можно я тогда начну? Может быть, у нас еще и зал тоже поддержит и поразмышляет. Ну, во-первых, я бы немножко пафос тут снизила, потому что нельзя сказать, что и мы, и весь мир действительно безумно любим Толстого. Существует множество и противоположных точек зрения, и в том числе и у нас в России, например. Обязательно любить, но знать. Ну, знать знают, но знать это не значит прочитать, то есть имя знают. Ну, год тому назад одна дама из Государственной Думы публично высказала, что Толстого и Достоевского надо убрать из школьной программы, такие как Толстой нам не нужны. Да, был Толстой. Да, и не так давно, буквально вот на той неделе, появился очень нашумевший пост в интернете, в котором тоже говорилось о том, что мы неправильно учим наших детей в школе, учим их читать Толстого. Значит, нужны более простые паттерны поведения, и для того, чтобы девочка была счастлива, не надо ей читать Толстого, она должна любить своего там Андрея в милом домике, в котором она будет жить и так далее. То есть призывы не читать Толстого и не знать его, они раздаются и у нас в России, они раздаются и за рубежом, надо сказать. С другой стороны, вторая мощная тенденция, это, безусловно, любовь к Толстому. И когда иностранцы узнают, что Толстой действительно учился в Казанском университете, и что я из Казанского университета всегда, ах, Толстой Казанский университет, и вообще, ах, Толстой. Вот почему ах, то, наверное, был замечательный ответ, мы со Стелой Владимировной два раза проводили конференцию, посвященную молодому Толстому, это было в 2002 году и в 2008 году, и уже тогда в Казанском университете началось, вернее, продолжилось, потому что изучение это началось еще и в 20-м веке. И вот у нас был один гость на конференции, который совершенно замечательную вещь сказал. Конференция называлась «Молодой Толстой». И в своем докладе он задался вопросом, а когда молодость Толстого кончилась, то есть каковы хронологические границы конференции, мы до какого периода молодого Толстого изучаем? И он сказал, что молодость Толстого не закончилась никогда. Он умер, он ушел из ясной поляны, ушел из ясной поляны молодым. Вот это вот ощущение молодости Толстого, его личное ощущение того, что он всегда оставался бунтарем, анархистом, он поэтому очень многим и не нравится государственным деятелям, и при его жизни, и сейчас. И то, что он всегда говорил, каждый человек несет ответственность за принятое решение сам. Вот то же самое, что он и Ксении говорил, что вы должны сами принять решение и понимать, что за эти решения вам лично придется заплатить, за каждое решение приходится платить. Он говорил, что через душу каждого человека проходит граница, и человек решает, вот это справедливо, это несправедливо, вот эти решения я отстаиваю, вот здесь я несу личную ответственность за состояние мира. Вот это даже больше, чем, собственно, произведение Толстого, делает его человеком и личностью очень важным. Причем ведь интересно, что при его жизни уже где-то к 90-м годам он был не столько известен, как автор романов, романы ушли на второй план. Известность к Толстому в России, например, пришла обратно из Европы, из Америки и из Европы, как религиозного мыслителя и как моралиста. Вот в этом смысле он, наверное, даже еще важнее, чем гениальный писатель в наше время. Спасибо, Леонид. Ну, мы знаем, что Лев Николаевич был, мягко говоря, сложным человеком. И ему оппонировали, оппонируют до сих пор очень разные люди и общественные силы. У нас в аудитории тоже есть люди, которые, может быть, могли бы в чем-то поспорить, пополемизировать с Левом Николаевичем. Вот я хотел бы обратиться к Владимиру Игнатьевичу Пурашову, который заявлял о том, что у него есть некоторые счеты в Леву Николаеве. Вы, конечно, договались, догадались на основе, кто моя москвичательность перед началом этого собрания, и вы точно это уловили. Но, конечно, не надо много оговариваться, что мы говорим о гениальном писателе. Титане, возрождение, но, пожалуйста, можно разное и насказание использовать. Но вот первое, что я хочу, вот обсуждали в Думе, мы можем обсуждать, но вы, я прошу прощения, можете на какая-то и назидательность проскочить, но это не от того, что я назидательный человек. Включить в учебный план Толстого легко школьный, а вот относительно чтения его произведений совсем другое. И когда я учился в школе, я поставил перед собой задачу прочитать «Войну и мир» с первой до последней строчки. Как мальчишка. Это был подвиг мальчишский, я прочитал. Но это мне стоило гигантских трудов. И, насколько я знаю, в классе, а тогда было 45 человек, не прочитал «Войну и мир» никто, равно как и все его другие произведения. И сейчас, как мы жалуемся на интернет, что там есть короткие, ну, скажем, резюме всех произведений на одну страницу, то кто учился в школе, знает, что буквально перед уроком, ну, расскажи вкратце, что там в этом рассказе, или это, что в этом произведении мы как-то получали тройки-четверки. Вот этот эпизод частный, но на самом деле, говорит, что нужен системный подход. Я вот как философ, методолог, очень хорошо так принимать такие, ну, прямые, такие прямоугольные какие-то решения, но не знать, что они что-то дадут. Ну, а теперь о замечаниях Толстого. Я недавно, года два назад, тоже прочитал полностью Анну Каренину. А до этого вот таким же образом по диагонали. И я вот, может быть, вот здесь филологи скажут, что я ничего нового не скажу, но я думаю, во всяком случае, присутствующим. И я бы, если вот мы говорим «Толстой, 21 век», без всякого 21 века, даже в то время, если бы у меня было право редактора, я бы сократил Анну Каренину вдвое. Ну вот. И почему? Как это так? Гения Титана Возрождения вы хотите сократить? Дело в том, что Толстой был действительно не только писателем, то есть мастер художественного образа. Он был и моралистом, что некоторых напрягает, и меня тоже, потому что морализм у него ведет через край. Он перебивает художественность, и это становится утомительным просто. Крейсеру Сонату достаточно вспомнить, но и другие произведения. И он еще был мыслителем. Так вот про Анну Каренину. Там постоянно прыгает две части, то есть Каренин и Анна, Москва, Петербург и усадьба Левина. И там настолько длинно-то идут. Агротехника полностью, да? Значит, организация труда крестьян. И настолько это много, и занимает, ну, не половину, то около этого произведения, если это убрать, к самой идее Анны Карениной это не имеет, на мой взгляд, никакого отношения, даже косвенного не имеет. А какова идея Анны Карениной? Вы меня провоцируете, чтобы она бросилась под поезд, да? Ну ладно, вот эта идея есть. Кстати говоря, эта интрига, она и делает популярным ее во многом, потому что надо еще ориентироваться на вкусы обывателя. И я не нахожу никакой связи между вот этими длиннотами с описаниями агротехники и организации труда крестьян, и вот всего всей этой идеи Анны Карениной, о которой мы говорим. Я говорю просто вот свое мнение на этот счет. Ну вот, у меня есть еще один фрагмент, его потом сказать, который не связан с тем, что я вот сейчас его и сказал. Ну, скажите уже сейчас. Ну, раз 21 век, сейчас я очки достану, мы говорим, толстой 21 век, я там отмечал вещь, где я с ним полностью согласен, причем идя от 21 века. Дело идет от романия. Я обратил внимание, и это вызывает мне какое-то, прошу прощения, осуждение, что наш современник после железного занвеса, это, значит, мое поколение, которое за границей не было, стало в таком бешеном темпе посещать все заграничные достопримечательства. Есть деньги один раз в год, и больше денег два раза, три-четыре, но какого-то культурного обогащения, я говорю о людях, которых я знаю близко, я у них не замечаю, потому что это большей части кручение головой, без всякой подготовки. И вот, Ирина Васильевна, вот вы как раз сказали то, что у меня вот легло сейчас хорошо. Одно дело паломничество, другое дело туризм. Туризм – это просто кручение головой, картинки в голове, и все, и постоянно они сменяют, прошу прощения, некоторые пустые головы, и потребность вот в этих вауде, вауде и селфи, и больше ничего. Так вот у Толстого Вани Карина сегодня этот ксерок снял, у меня было отмечено. Нет. Когда он, вот это та часть, где он описывает путешествия Вронского с Анной, Венеции, Рим, Неаполь, то есть по Европе. И вот такое замечание. Осматривание достопримечательностей не имело для него, то есть для Вронского, значительности, не имело для него, как для русского и умного человека, той необъяснимой значительности, которую имеют приписывать этому делу англичане. Я подчеркиваю, не только русского, но и умного человека. Естественно, это говорит не о том, что, ну, Толстой был какой-то а-культурен, контр-культурен, а он говорит как раз о том, что вот просто осмотр достопримечательностей, и здесь вот он на дорогих англичан кивает, вот, это вряд ли бы понравилось, он говорит о том, что надо отсмысленно подходить к восприятию, ну, любого объекта. Это страна, это идея, это литература и так далее. Но вот я как-то переживал на эту тему, вот эта ту романик какая-то бешеная, которая не обогащает моего современника, она должна, видимо, все-таки пройти, потому что как-то надо насытиться. Вот спасибо за внимание, это я хотел сказать. Ну вот по поводу того, что кому-то из читателей близки или наоборот не близки определенные части Анны Карининой, да и не только Анны Карининой и Войны и Мира, вот когда я учился в школе, у нас считалось, что мальчики читают про войну, девочки читают про мир, и как они не пересекаются, да, но иногда только на переменках друг другу пересказывали, как и что, составляли этот пазл вместе. Ну вот, может быть, Толстой тем и интересен, что каждый читатель находит в нем что-то свое. Есть, конечно, такие уникумы, которые способны прочитать всего Толстого, 90 томов, да, и принять его целиком, хотя я думаю, что таких людей единицы. Вот мы немножко уклонились в сторону обсуждения темы Толстой мыслитель и Толстой моралист, я хотел бы вернуться к теме Толстой художник, причем художник-новатор, ведь для своего времени он был безусловный новатор, причем не в одной какой-то области, а практически все его заметные и выдающиеся произведения, они производили ошеломляющие, иногда даже шокирующие впечатления на публику. Ну, фактически, начиная с севастопольских рассказов, которые были очень широко читаемы тогда, и Толстой был чуть ли не первым, кто снял, можно даже сказать, содрал романтический флер с описания войны, к которому так привыкли читатели, ну, скажем, пахермантизма еще, а он показал войну в ее совершенно неприглядном виде, так как ее тогда не изображали, причем изнутри, да, написал человек, который через все это проходил, напоминая, что Лев Николаевич был очень хорошим офицером и получал награды, то есть фактически был героическим военным, при том, что мы знаем, как он относился к войне в целом. Такое же ошеломляющее впечатление и неоднозначное производили и «Война и мир», и Анна Каренина, и «Воскресенье», и ряд других его произведений. Вот новаторство Толстого художника. Какие можно выделить основные, самые-самые, может быть, значимые моменты, которые он привнес в литературу XIX века, что до него не было и что теперь невозможно, без чего невозможно представить литературу XIX века. Да, Алексей Николаевич. Вот хотелось бы начать, уважаемые коллеги, с любопытных истоков нашего толстоведения. Это начало XX века, очень авторитетное издание по Волже, «Волжский вестник». Там прошла любопытная подборка статей к юбилею творческой деятельности Льва Николаевича, 50 лет творческой деятельности. И там было любопытное заключение о том, что Толстой интересен, а я думаю, мы сейчас под этой цитатой можем полностью подписаться, тем, что он разбудил и разбередил нравственное сознание современного общества. На тему, уже затронутую коллегой Толстой в диалоге с разными мировыми культурами, еще хотелось бы сослаться на упоминаемое мной издание вот в каком аспекте. В начале XX века прошла любопытная публикация в Волжском Вестнике о том, что английский переводчик произведений Толстого подал в суд на своих соотечественниках за то, что они посмели Толстого приписать к анархистам. Он был с этим в корне не согласен. В суд подал? А как он собирался дело выиграть? Ну, наши тут где-то частично умолчали об этом, но и самое интересное, то, что внутри для российской культуры я, как и давно занимающийся XVIII веком, началом XIX века, хотел бы сказать, Толстой это такое золотое сечение нашей литературной культуры, которое начинает предрекаться еще, может, даже до появления Льва Николаевича на свет, что интересно, если смотреть сейчас через призму XXI, XX века и так далее, уже в произведениях XVIII века. Например, у Михаила Васильевича Ломоносова в Оде 1762 года речь идет о Владимире I, но цитата изумительная, если мы представим Толстого и одно из гениальных его произведений «Войной и миром исполин». Спасибо. Лидия Ивановна, про новаторство хотели бы, что ли? Про новаторство, да. Для меня новаторство Толстого в трех вещах, прежде всего. Первое, с моей точки зрения, новаторство новаторством, но литература должна быть о самом главном в этой жизни. И вот к вопросу о главной идее романа Анна Каренина, например, и все идеи всех остальных романов Толстого это вопрос о смысле жизни. И когда литература о смысле жизни, то новаторство в области формы на самом деле уже не играет никакой роли. Есть это новаторство, нет, по-старому написано, по-ному работе написано. Если о главном, то все остальное уже не важно. Причем роман-то ведь Анна Каренина на самом деле о Левине и восьмая часть о нем. И скандальная была совершенно история, когда Катков, который печатал этот роман Толстого, он сказал, мне категорически не нравится восьмая часть, вот к вопросу скандальной слави. И единственный случай в мировой литературе, когда часть романа не была опубликована и Катков сказал так, кто хочет знать, чем дело кончилось, я вам сейчас расскажу. Краткое содержание. Рассказал краткое содержание и роман полностью был издан только потом отдельной книгой. Так что новаторство, оно на самом деле всегда в общем уходит на второй план. Но если вернуться собственно к новаторству, то для меня важны две вещи. Первая, я тоже вспомню один местный материал, в отделе редких некой рукописей Казанского университета сохранились, ну сейчас мы их назовем курсовыми работами, учениц, которые были слушательницами высших женских курсов в Казани. Это очень интересные курсовые работы. И там одна из девушек пишет о диалектике души Толстого. Очень интересно, она восстановила историю отношения к диалектике души. Говорит о том, как критики категорически не принимали эту самую привычную для нас диалектику и ругали за это Толстого, как долго вообще укреплялось представление о том, о Толстом, что он мастер в изображении психологической жизни человека. Вот это, прежде всего, безумно интересно следить вместе с Толстым за этими получувствами, полусостояниями, полунастроениями, которым сам герой не отдает себе отчета. Вот этот процесс самый интересный. Понятно, что школьникам и нынешним школьникам это действительно малоинтересно, нет собственного пока жизненного опыта, может быть, и студентам пока это еще рано. Ну вот, чуть старше перечитаем все эти романы и поймем, как безумно это интересно. И еще один момент, чем мне Толстой интересен. Он, конечно, говорит и думает прежде всего о содержании своих произведений, размышляет об этом. При этом он категорически утверждает, что проза выше поэзии, и что он не любит стихи, и только безумцы и маразматики вообще пишут стихами. Ну, сам стихи писал иногда. Ну, в молодости там писал, и, конечно, там гладко было на бумаге, но я не об этих стихах. На самом деле та же Анна Каренина, она написана стихами. Вот такой потрясающей прозы, которая как поэзия в русской литературе не так много. И мы даже на практических занятиях, вот часть группы здесь присутствует, обсуждали и говорили, например, о сцене поездки Анны Карениной из Москвы в Петербург, когда она уже чувствует, что она любит Бронского, и вот идет поезд, и она слышала все тот же шум, и тот же треск, и те же, так сказать, вот раздавали звуки, и все та же, все тот же. И вот такое ощущение, как будто бы эти стихи, они передают стук поезда, идущего по железной дороге. И, например, «Смерть Анны» это тоже абсолютные стихи. Вот новаторство Толстого, на мой взгляд, прежде всего, в том, что он пишет о главном, и, во-вторых, то, что он создает прозу, которая как стихи. И вот вы упомянули о таком факте, это действительно очень интересный факт, что Толстой не любил очень многих поэтов и стихи, хотя он прекрасно их знал, конечно, и читал, но ругался страшно часто. И все это отражено в его дневниках и в трактах. А иногда положительно отзывался совершенно... А совершенно, да, каких-то, на наш взгляд, теперь малоинтересных или малоталантливых вещах. Но мы вновь убеждаемся в том, что внутри одной личности художник и идеолог, они могут очень сильно конфликтовать. И даже это его нелюбовь к стихам. Толстой говорил, что писать стихи это примерно то же самое, что идти за плугом, танцую и приплясывая. То есть совершенно какое-то бессмысленное занятие, с его точки зрения. Но дружил при этом с Фетом, переписывался, и как-то вот одно другому не мешало. Вернемся к вопросу о читабельности, нечитабельности этих гигантских основных произведений Толстого. Вот из поколения в поколение переносится такой стон, что гигантская книга «Война и мир», и Анна Каренина тоже, в общем, довольно большая, да и «Воскресенье» не такой уж малообъемный роман. Ну, «Война и мир», конечно, в этом смысле совершенно вне конкуренции. Тем не менее, есть люди, которые, вы знаете, живут в этих книгах. Вот есть, например, такой замечательный сценарист, режиссер, художник Александр Адабашьян, который неоднократно в своих интервью говорил, я не то, что люблю Толстого, я там просто живу, я читаю «Войну и мир», у него такое годовое чтение, постоянно у него на письменном столике лежит «Война и мир», он ее читает в течение года и когда заканчивает, начинает читать заново, на фоне других каких-то книг при этом. Потому что, как он объяснял, и ты меняешься, и роман меняется, это, строго говоря, уже давным-давно не роман, а некий гигантский кусок жизни, который очень хочется переживать. Вот не случайно другой писатель совершенно нового масштаба, конечно, чем Лев Толстой, но почти наш современник, он скончался в 90-м году, Сергей Довлатов, однажды в ответе на вопрос анкеты «Самое большое несчастье или самая большая трагедия в вашей жизни?» написал «Гибель Анны Карениной». И это не совсем шутка была, то есть поскольку это написал все-таки литератор, то такое высказывание дорогого стоит. А теперь вернемся к оппонентам классики. Вот Лея Ефимовна вспоминала некий пост в интернете, который наделал много шума. Я тоже недавно наткнулся, буквально вот несколько дней назад, наткнулся на одно очень сердитое, мягко говоря, высказывание, написанное от лица, как я понимаю, довольно молодой особы, где она предъявляет счет вообще всей русской классики, XIX века, и проходится по основным персонажам, как мужским, так и женским образом, и говорит, что вот кого не возьми, Обломов ли, Онегин, Пьер Безухов, или, если будем брать женский образ, Наташа Ростова, а уж Анна Каренина, тут и говорить нечего. А Настасья Филипповна сейчас вспоминает. Настасья Филипповна, ну, это уж вообще по ту сторону добра и зла, это все не образцы для подражания, дескать, не с кого делать жизнь, как сказал бы Маяковский. Да делать жизнь с кого? Вот с Анной Карениной, что ли, делать жизнь? Насколько вообще правомерна такая постановка вопроса? Вот мы для чего читаем? Для того, чтобы делать жизнь с какого-то персонажа? Насколько правомерно так подходить к художественной литературе? Ну, я, пожалуй, может быть, не отвечу на этот вопрос, потому что вопрос действительно такой, он всегда повисает в воздухе, и с кого жить, и так далее. Но по поводу богатства вообще Толстого и так далее, и, кстати, не соглашусь на счет того, что он полностью отрицал стихи, потому что, например, воспоминания тоже известны, я уж про своего родного Боротынского, что Боротынского он любил, может быть, потому что он вообще мало кому понятен, особенно в то время было, а вот Толстому он как-то был понятен, и так далее. Но вот та же Ксения, возвращаясь к ней, она очень верно заметила у Толстого вот это вот непротивление и зло насилие, она говорила, он не уходит от зла, он приносит добро в зло, то есть в злую какую-то среду. Вот это еще есть стремление какое-то что-то изменить. И если уж там нет героев, с которыми вы не находите, вот это для меня не пример, и так далее, то я бы хотела, чтобы вы задумались вообще о том, каким национальным богатством, как вот все творчество Толстого, мы с вами, в общем-то, обладаем. Если вы задумаетесь о том, что Толстого родился в 1828 году, и, например, тот же Александр Сергеевич Пушкин, он Толстого не знал и не мог знать, то есть у него этого богатства не было. Мне иногда интересно, а как бы Пушкин отнесся к Толстому, как бы, значит, и так далее. То есть, а мы уже этим богатством обладаем, то есть этим надо все равно вот овладевать и пользоваться. И, наверное, вопрос стоит не о том, с кого делать эту жизнь, а как свою жизнь сделать ярче, интереснее, более самостоятельнее, прочитав то или иное произведение Толстого и так далее. Если действительно он входит в нашу жизнь, потому что каждый человек, он состоит не только из физической какой-то оболочки, естественно, это духовная жизнь, и в этой жизни неотъемлемая часть, ну, как у Довлатова, становится, например, герой Толстого или сам Толстой, ну, конечно, это богаче, это интересно, это жизнь, которая должна пройти просто ярко. Неважно, согласуется это с философией Толстого или нет, и так далее. Он учит именно этому, размышлению, мышлению и так далее, а не дает какое-то руководство к жизни, вам нужно идти вот этой дорогой, налево не ходить, направо не ходить, вы идите прямо или по-другому и так далее. Нет, тем не менее Толстого этого время это делает. Да, но все равно он как-то отказывается. Правильно, как Левевна сказала, вы воспринимаете собственные решения, и важно, чтобы вы это решение приняли. А иногда же позиция остается такой, что я не знаю, как это делать, и не буду. И даже вот эти знаменитые толстовские слова, у которых я знаю, многие в 21 веке, они тоже берут их за основу, и я считаю, что действительно в этой краткой толстовской формуле «делай, что должно, и пусть будет, что будет». Ведь вот это «пусть будет, что будет», мы на это обращаем внимание, мы ничего не можем изменить. Важна очень первая часть. «Делай, что должно». Вот он, мне кажется, и своими статьями, своей жизнью, может быть, не слишком праведной и так далее, и, конечно, произведениями, вот он как раз учит жить, что должно делать. Вот ты уже сам выбираешь эту дорогу, потому что это так. Спасибо. Спасибо, Леонид. Я позволю себе тогда немножко уточнить вот все тот же вопрос, как читать и воспринимать Толстого, ну и вообще классику. А нужно ли мучить школьников войной и миром? Ну, Анна Кариня-то не мучает, но войной и миром-то точно. То есть нужно ли, допустим, в школе хотя бы первичное знакомство с этой книгой давать или нет? На мой взгляд, нужно. Почему? Во-первых, сейчас в нашей жизни и в интернете, и во всех остальных сферах почему-то распространилась такая мысль, что жизнь должна быть простой, легкой и торжествует так называемая позитивная философия. На самом деле уже в исповеди Толстого там был использован этот термин, он говорил о том, что есть люди, которые исповедуют так называемую позитивную философию, вот, казалось бы, термин 21 века. Но на самом деле это очень пустая и очень ограниченная философия. То есть мы можем делать вид, что мы должны делать жизнь из каких-то других героинь, Ниссанной Карениной, но это совершенно неважно. Жизнь, она сложная, драматичная, непредсказуемая. Мы можем бежать от жизни сколько угодно, она нас догонит, и мы все равно окажемся в очень сложных жизненных драматических ситуациях. Поэтому литература преодолевает наш эскапизм, она все равно заставляет нас думать о том, как быть в этих жизненных трудных, неоднозначных, тяжелых даже ситуациях. Мы же в жизни и с трагическими ситуациями связаны. Сейчас очень многие родители говорят, давайте уберем из школьной программы одно, другое, это заставляет детей думать о смерти, например, или это заставляет детей думать о том, что могут быть семейные измены. Но если мы уберем это из школьной программы вместе с литературой, что смерти не будет, семейных измен не будет, все будет на самом деле. И ребенок с детства все равно должен это знать. И мы проживаем, читая литературу, мы проживаем чужие жизни, и мы учимся к тому, что жизнь на самом деле очень сложна и тяжела. Это не просто развлечение. То есть никакая позитивная философия нас от этих трагических сторон жизни не спасет. Поэтому в школе прятать детей, прятать хорошую тяжелую литературу от детей, на мой взгляд, это очень опасно для нашего будущего. А хорошая литература всегда тяжелая? А хорошая литература всегда тяжелая? Хорошая литература всегда тяжелая. Вот, это первое. А во-вторых, преподавание литературы в школе... Да, и, кстати, по поводу подвига, что вы прочитали «Войной мир». Вот этот подвиг, это и есть момент вашего жизненного роста. Это и есть самое замечательное, что было в вашей школе жизни. Спасибо, Алексей Николаевич. Мне кажется, да, продолжаем мысли Ефимовны, Ирина Васильевна, что задача литературы на первых этапах, как предмета в школе, это пробудить человеческое в человеке, как сказал другой бессмертный классик, Николай Васильевич Гоголь. И самое интересное, это запустить процесс. До «Войны и мира» очень замечательный пример вы, Артем Дорович, привели касательно того, как человек может годами читать, вроде бы по кругу, а на самом деле меняясь. Был еще один изумительный роман процесса, это Евгений Онегин, вот они рядом окажутся. И смысл, точнее Пушкина сказать крайне сложно, создать вот этот самый живой, но постоянный труд. И в этом смысле Толстой не только должен, конечно, большими произведениями своими быть известен, а если, например, у какой-либо аудитории, а это часто в 21 век, быстрые смс-ок и каких-то там сайтов, Толстой может быть интересен и короткими своими афоризмами. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Или как, если мы вычеркнем «Войну и мир», как же мы пройдем мимо замечательной цитаты, которая в наш очень неспокойный 21 век, в его начало, «Ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным нужно сделать только то же самое, и ведь как просто». Спасибо, Алексей Михайлович. В свое время Иосиф Бродский, когда он уже жил в Америке, он предложил такую социально-рекламную акцию писать короткие цитаты поэтические в метро, вывешивать. Он был вообще первым, кто это придумал. Вот когда я слушал Алексея Николаевича, я подумал, что надо уже смс-ки такие посылать с афоризмами Толстого. Сидишь, работаешь или ерундой какой-то занимаешься, вдруг приходит тебе от Толстого смс-ка. Вздрогнешь и задумываешься о смысле жизни. Поскольку наше ток-шоу касается Толстого и 21 века, то я хотел бы привести одну цитату из современного автора. Это поэт Сергей Ганлевский, но не волнуйтесь, это не будут ни стихи. Это фрагмент из эссе, которое посвящено смыслу искусства, то есть, строго говоря, что такое искусство, как у Толстого. А у Ганлевского это называется «Метафизика поэтической кухни». И там как раз речь идет о Толстом в одном фрагменте. «Поставим опыт, взбунтуем какого-нибудь литературного героя». Пусть князь Андрей взывает к Толстому, ищет справедливости, ропщет. Зачем тот отнял у него невесту, впустил французов в отцовское поместье, надругался над его жизнью, убил, наконец. И Толстой мог бы ответить «Посмотри лучше на плавное и захватывающее движение моего эпоса. Разве оно не зачарует тебя? Разве с этой высоты не потеряешь ты из виду свою маленькую горемычную судьбу? Утешь я тебя, Пьера Безухова, княжну Марью, ничего этого не было бы. От великого романа осталось бы, в лучшем случае, мелодрама». Вот перед началом ток-шоу мы как раз сходили с Алексеем Николаевичем, разминались, так сказать, и он вспомнил об одной из первых редакций «Войны и мира», где примерно так все... изумительная, не так давно она снова появилась. Ну, это, естественно, провокация наполовину только. Действительно, была запущена одна из ранних редакций, которая, во-первых, начинается с исконного, добротного русского текста, не с этих самых великосветских и отталкивающих очень многих французских цитат. Во-вторых, это примерно на треть, если не больше, сокращенный объем, и самое трогательное, но в то же время и совершенно неправильное, если мы посмотрим на развитие всего «Войны и мира» полотна, это то, что все герои там остаются живы и в определенной степени счастливы, то есть заканчивается тем, что хотя Наташа Ростова стала супругой Пьеры Безухова, князь Андрей жив-здоров и даже приезжает к ним в гости. И вот таким... Но почему-то он от этого отказался. Странно, но вот любопытно. Все равно все хорошо кончается. Только князь Андрея, Петю Безухова. Как провокацию это можно и в школе, и уж тем более в ВУЗе, так периодически подумайте. Это провокация уже сработала. Вот я только что была в Сириусе, это лагерь для одаренных детей рядом с Сочи, и дети уже цитировали это, как будто бы это настоящий, вот окончательный вариант. Толстой переписал. Да. Исправился и решил... Вот это вот настоящий вариант, и они нам в качестве примера в сочинениях это приводили. Кстати, в Сириусе мы проведем специальную смену, посвященную Толстому, специально для детей всей страны на будущий год. Мы стремительно приближаемся к финалу, и я хотел бы под конец задать такой вопрос по поводу интерпретации произведений Толстого. Их появляется великое множество в театре, в кино в основном. Сейчас широкая аудитория в основном через визуальный контент все воспринимает. Относительно недавно была такая радикальная экранизация Анны Карениной, английская. Кому-то она ужасно не понравилась. Вот я помню, было такое резкое высказывание Дмитрия Быкова. Я даже побоюсь цитировать некоторые фразы оттуда в этой аудитории. А с другой стороны, были люди, которые посчитали, что это едва ли не лучшая из ныне существующих экранизаций этого романа. Можно ли и нужно ли революционно интерпретировать и, может быть, как-то так провокационно подавать Толстого в 21 веке? Если кто-то видел вот эту экранизацию Джо Райта, я думаю, вы знаете, чем он говорит. Экранизацию Джо Райта, да, и, может быть, основная аудитория со мной не согласится, может, это прозвучит как-то вообще ужасно по отношению, может быть, к нам, да. Я вообще считаю, что это одна из лучших экранизаций. Я совершенно согласна. И я согласен. Мы не согласны, мы не согласны. Да, причем, как бы, ну, так вот, зная очень хорошо текст Анны Карениной и по тексту, и по многочисленным, в общем-то, не однажды сделанным экранизацией, классической экранизацией, которая была в Советском Союзе, из Орхида, и была перед этим, значит, английская тоже экранизация еще до Райта и так далее. Райт совершенно удивительно, ну, что называется, вытащил, подцепил на крючок те моменты, которые, например, лично от меня как-то, не то что ускользали, все сосредоточено, в основном, конечно, на Ане и на Воронском. И тут вдруг я впервые задумывался о Стиве. Вот эта потрясающая сцена в конце, не буду говорить, сейчас слезы опять подступят, потому что это ни с чем не передавая, немая, без текста и так далее, но ты понимаешь, что эти люди потеряли, потеряв Анну. Что касается нужно экранизировать, не нужно экранизировать, вы знаете, мне кажется, все равно для очень многих людей, которые не читают классические произведения, очень часто путь к непосредственно книге идет через экранизацию. Мы знаем, что вот эта экранизация, которая меня оставила равнодушной «Война и мира» опять же, английская, которая имела колоссальный успех в Англии и так далее, мне кажется, что там что-то не то, хотя там, в общем-то, близко очень к тексту. Тем не менее, например, у англичан она вызвала небывалый интерес именно к этому произведению и к Толстому самому, хотя я думаю, что там Толстой не был забыт, это уж точно и нет, потому что действительно просто забавный случай вспоминания в связи с экранизацией. Несколько лет назад я была на стажировке как раз в Англии и в Северной Ирландии. Я даже не буду вам назвать этот город, в котором мы были, потому что вряд ли кто-то из этой аудитории даже вспомнит, что там есть такой, кроме Белфаста еще вот это. И когда мы приехали, мы начали знакомиться, было несколько музейных сотрудников, вот из Курска, да, нет, этого ничего не знаем, там тогда, да, Москва, Петербург, конечно, Бульск, нет, 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 это тоже нет, я говорю, я из Казани. Они говорят, это Казахстан? Я говорю, нет, это не Казахстан, это вот Россия почти центр. Они говорят, ну, за что зацепиться? Я понимаю, какой-то контакт должен быть установлен. Я говорю, Казань, это город, где учился Лев Толстой. Они говорят, все замечательно, мы вас поняли, очень хорошо, мы почти на одной волне. Да, и я понимаю, что, да, действительно, даже где-то в какой-то там вот с отдаленном уголке, это Северная Ирландия, по-моему, это Лондон-Дель, что ли, не помню, вот, и так далее, это знают, и мы должны вот это воспринимать именно так. И у них свое отношение к Толстому. Понятно, что это идет через переводы, они не на русском его читают, да, и поэтому, когда экранизируют, и тем более, тут все зависит от таланта режиссера, да, и мне кажется, что экранизируют, да, надо, и каждая экранизация, она что-то носит, конечно же, свое. Спасибо, спасибо, Ирина Васильевна. Что касается конкретно вот этой экранизации Джо Райта, то там еще был замечательный сценарий Стоппорда, не будем забывать, великого, ныне здравствующего британского драматурга, так что я думаю, это, наверное, был тандем все-таки. Дорогие друзья, наше время, увы, истекло, как-то, по-моему, так незаметно пролетел этот час, который нам отвели. Мы надеемся, что наша встреча была интересной и, может быть, не бесполезной, прежде всего, для молодой аудитории. Мы надеемся, что вы будете читать и перечитывать Льва Николаевича, ну, если не все 90 томов, то хотя бы хоть какие-то его части. Будьте счастливы и читайте классику. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова